Значит, давайте я напомню, чем мы занимаемся. Значит, по каждой алгебре, ну, как обычно, конечно, мы хотим построить такой колчан. Колчан Ausländer-Writer. Со следующими свойствами, вернее, вершины. Например, это класс из мартизма, не разглаживаемых модулей. А количество стрелок из M в N, ну, из класса, значит, строится так. Надо взять радикал M-N, фактор по радикалу в квадрате из M-N. Значит, я напомню, что вообще радикал из модуля L в модуль K, это такая странная штука. Значит, множество таких отображений F из L в K, какое-что для любого G из K в L, единица минус G в L обратима. Ну, и, как мы выясняли в прошлый раз, что если M и N неразложимые, то радикал из M в N, это просто множество таких классов F, таких, что что? Ну, а с другой стороны, значит, мы выяснили, что есть такое определение. То есть я напомню, что F из M в N сплит моно, если есть сечение, то есть такое отображение G, что G в композиции из F есть i-Vertity. Ну, и в частности, N из аморфин M плюс, ну, там, не знаю, полиедро R. Значит, F из N в N сплит H, если есть сечение в другую сторону, то есть теперь G в композиции из F есть i-Vertity N, и, в частности, N тогда из аморфина N плюс, ну, там, не другое. А теперь мы говорим, что морфизм неразложимый, если, ну, во-первых, не сплит моно или эпи, а, во-вторых, если есть разложение R в композицию двух, G и H, то либо G в сплит моно или H в сплит третий. Ну, и вот, в частности, у нас в качестве примера была такая лемма F между двумя непревозимыми неразложимыми является неразложимым тогда и только тогда, когда F лежит в радикале без, собственно, квадрата. Ну, мы доказали, что радикал — это идеал двусторонний. Хорошо. А теперь было такое удивительное, ну, удивительно странное определение. Последовательность я, дайте так, X, M, Y называется Auslander-Wrighton-последовательностью, если значит, вот эти F уже неприводимы, а кроме того, X и Y неразложимы. Ну, и была такая теорема, которую я обещал доказать, я сегодня ее частично докажу. Значит, теорема спросит вот что. Что если X неразложимый, ну, то есть Y неразложимый, непроективный, то существует единственная с точностью доизоморфизма Auslander-Wrighton-последовательность 0, X, M, Y, 0. Аналогично двойственное утверждение, если X не является инъективным и неразложимым, то существует единственная с точностью доизоморфизма Auslander-Wrighton-последовательность такая. Значит, удивительный факт. Вообще, при чем тут эти последовательности? Ну, вот оказывается, что, глядя на последовательность, можно точно сказать, как устроены стрелки в... Давайте я скажу, чтобы объяснить, как это связано с колчаном, вещеарема. Пусть X, M, Y, Алсандер-Wrighton-последовательность. Давайте посмотрим на следующее. Значит, на разложение прямой суммы неразложимых, где каждый неразложимый входит какое-то количество раз. неразбитая. Тогда что мы можем сказать? Ну, во-первых, F раскладывается в такое F1 и так далее, FK, где F-итая идет из X в N-итая степень N-итая. А теперь давайте каждое F-итая разложим в N-итая отображений F-I-1 и так далее, F-I, ну, как в общем-то, K-итая, где F-итая житая из X M-итая. Утверждение. Образы F-I-1 и так далее, F-I-K K-итая образуют базис. Давайте это пространство назовем пространство неприводимых отображений. Значит, это такой некоторый маразм, потому что с одной стороны неразложимые, с одной стороны элементы дополнения неразложимые, с другой стороны фактор должен назвать неразложимым. То есть, это классы относительно 2K квадратных. Оказывается, что их образы образуют базис в X-M-итая утверждение N-1. То есть, просто глядя на кратности вхождения модуля M-I в эту последовательность, которая единственна с точностью дезаморфизма, можно однозначно сказать, какие отображения здесь встречаются. А с другой стороны, второе, если IR из X M-штрих не равен нулю, то M-штрих изаморфен M-итая для некоторых И. то есть, если вообще есть стрелка в колчане, то вот этот модуль обязательно встретится как компонента в последовательности. То есть, глядя на все возможные Auslander-Wrighton последовательности, можно однозначно восстановить колчан, совершенно ничего не зная про промежуточное отображение. Отображение дает конкретный базис, но нас интересуют только стрелки в конечном итоге в колчане, как мы потом увидим. То есть, вот последовательности полностью кодируют значит этот огромный колчан. Хорошо. Ну вот, для того, чтобы все это построить, на самом деле свойства, оказывается, нужно работать с другим классом отображений, которые немножко более странные. И на первый взгляд он такой как бы сказать, потроще. И давайте вместо Auslander-Wrighton последовательности искать другие последовательности. У него сейчас будет куча определений. По определению первое определение довольно странное. Значит, скажем, что f из х в у почти сплитмона. если ну первое не сплитмона, то есть это не вложение прямого слагаемого в у. Но ведет оно себя практически так же. Второе, если имеется тем не менее диаграмма x, y, f, g, z, где g не сплитмона, то g пропускается через f. А кое-что f композиция с h равняется g. Ну вот давайте заметим, что если x вкладывается как прямое слагаемое в у, то это всегда верно, потому что второе слагаемое просто отправляете в 0, и сдаете отображение, естественно, пропускается. А вот это такие вот отображения, которые немножко более странно выглядят. Ну вот на первый взгляд их вообще как бы нету, но может быть и найдем. Хорошо. Ну аналогично определяется split-epia. Оба split-epia. Значит, первое, что не split-epia, это простое условие, а второе условие это то, что если есть отображение из y в z, то в обратную сторону существует отображение z в x, но это двойственнокатегорное определение. Значит, h. Хорошо. А теперь есть еще другое определение, а именно определение минимальности. То есть минимальность это такое забавное свойство, которое говорит вот что. Значит, морфизм по определению f из x в y минимально слева, если вот мы взяли отображение из x в y и прокомпонировали его с каким-то отображением y. Вот из условия с h. Условие такое, что если f h равняется f, то h из морфизм. Ну, такое довольно странное условие, но почему бы и нет. Ну, аналогично f минимально справа, если с главной. А теперь дадим такое удивительное определение. Ну, первое, значит, понятно, что такое минимальный слева почти split-mona. Значит, я это буду называть значит, у нас будет left minimal almost split и right minimal almost split. а второе почти расчетимое короткая точная последовательность. По-хулигански она обозначается almost split short and that chicken. Это больше такое. Короткая точная последовательность m2' m2' в 0. Такое, что вот это left minimal almost split, а вот это right minimal almost split. ну хорошо, вот у нас есть два класса коротких точных последовательностей. Значит, одни это последовательности outland and writing, а другие это вот эти самые almost which work exactly удивительно на первый взгляд предложение гласит, что класс почти расщепимых коротких точных последовательностей совпадает с классом коротких точных последовательностей outland and write. Значит, одно из них, как мы сейчас увидим, более-менее очевидно в одну сторону следует, но давайте покажем, что на самом деле класс минимальных почти расщепимых он как бы совпадает с классом неприводимых. Значит, именно такая лемма простая. ну, давайте во-первых хоть что поймем. Значит, пусть у нас имеется правое right almost width почти расщепимо справа. Тогда я утверждаю, что на самом деле немедленно N не разложим. Ну, действительно, почему? доказательство. Ну, предположим, что он разложим. Значит, что нам гласит условие про эту самую разложимость справа? права. Ну, вот у нас есть, пусть у нас N и замочная сумма 1 плюс 2. Тогда у нас есть разложение, отображение из N этого в N, которое никоим образом является расщепимым эпиморфизмом, потому что просто не эпиморфизм. Начнем с самого начала. Но раз это не эпиморфизм, то что нам гласит условие минимальности, точнее, правой почти расщепимости? Это значит, что для этого вложения эпиморфизм есть такое вот разложение, как H где здесь дальше идет G. Ну, замечательно, что это означает? Еще раз, это означает, что эпиморфизм есть композиция H с G. Ну, в частности, это же известное отображение, которое есть эпиморфизм плюс эпиморфизм 2, есть G на H1 плюс H2. Ну, замечательно, значит, что это отображение расщепляется. Я построил расщепление. Значит, это первое простое, двойственное утверждение, что левые почти расщепимые, тогда не обязательно у них source является невзложимым модером. Хорошо, чуть более интересно, да, значит, еще простая лемма, вот если у вас есть теперь отображение G из M N, которая минимальная, справа вот эта самая R-масс, значит, то M единственный источник доизморфизма. Но это как раз очень легко, если у вас есть M' и M, два минимальных справа почти расщепимых, то по универсальному свойству вот этого самого почти расщепимости у вас есть отображение U и V в две стороны, значит, где здесь G' а здесь G. А теперь давайте заметим, что если мы пойдем U, а потом V и прокомпонируем G, то мы получим G, просто по коммутативности этой самой диаграммы. Ну а теперь из минимальности следует, что V композиция с U это изморфизм. Аналогично в обратную сторону если вы пройдете, вы получите изморфизм. То есть это такая практически как что-то похожее на проективно накрывающее. А какой мы вы сделали здесь изморфизма? Потому что это равен минимал спит. Где? Вот здесь? Нет, выше. Выше? Нет. То M единственная источница дезаморфизма. Ну вот это самое накрытие сверху единственная источница дезаморфизма. Хорошо, ну теперь мы можем проверить первую часть, которая очень простая. А именно показать, что действительно я утверждаю, что outslender writing в последовательности точнее не так а значит эти homus split из них следует, что это outslender writing. Значит достаточно показать, что если у вас есть отображение G из M N которое минимум light homus split или там минимум left homus split, то оно обязательно не разжигано. Как мы это будем доказать коричневым мелом ну хорошо, давайте докажем. Давайте я докажу, что если ну ладно, остальное будет двойственное, второе утверждение, что если вот это минимум right homus split то G не разложим. Ну, давайте докажем противного. Ну, если не не противного, давайте предположим, что есть какое-то разложение. Значит вот у вас есть отображение из M и N и мы его разложили через L и здесь отображение G2 и здесь отображение G1 из M и N замечательно. Значит что мы можем предположить? Ну, во-первых, G2 не split и P-маркизм. Ну, потому что иначе значит в чем мы хотим? Мы хотим, чтобы для любого такого разложения либо G2 был split и P-маркизм, либо G1 был split и M и G2 можем предположить, что не есть и P-маркизм. Замечательно, раз он не split и P-маркизм, то у нас есть что? По условию того, что G является минимальным справа почти расщепимым, точнее справа почти расщепимым, есть отображение из L в M, которое значит G выражает. Значит, у нас есть такая стрелка. Как эту стрелку я назвал? Я ее назвал H. Значит, в частности, у нас что получается? У нас есть отображение теперь G1 композиция с H. G1 композиция с H. Что будет? Давайте посмотрим, если мы эту штуку прокомпонируем с G. Если мы эту штуку прокомпонируем с G, то это то же самое, что пойти с помощью G1, а потом пойти с помощью H, а потом G. это то же самое, что пойти с помощью G2. Поэтому G1, H, G это то же самое, что G1, G2, то же самое, что G. Мы предположим, что морфизм минимальный. Поэтому, если мы прокомпонировали с каким-то автоморфизмом здесь, а именно автоморфизм наш это G1, H, то мы получаем, что G1, H изоморфизм. Ну, а если G1, H изоморфизм, то вот оно наше расщепление, значит, G1 сплит моно. Ну, как бы, H это почти обратное, надо подкрутить на обратное к изоморфизму и получить, отсюда следует, что G1 сплит моно. Ну, двойственное рассуждение показывает, что любой неразложимый, что любой минимальный слева почти расщепимый является неразложимым. Ну, собственно, что мы получили? Следствие действительно, что любая последовательность АС является Ausländer Лайтен Мы хотим показать, что на самом деле эти два класса совпадают. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, вообще, теперь начнется некоторое безобразие. Хорошо. Пусть теперь у нас есть Ausländer Лайтен последовательность. Ой-ой-ой-ой. Значит, что мы хотим показать? Давайте посмотрим на какое-то отображение. Давайте показывать, что вот этот самый Y является второе отображение является минимальным сплитом и пенажки. Как мы будем доказывать? посмотрим на какое-то отображение из модуля N в Y гамма или P сейчас как-то его назвал по нему по нему мы можем сделать? Мы можем сделать pullback этого отображения и построить короткую точную последовательность следующего вида. у а здесь будет опять X где вот здесь дождественное отображение а здесь какое-то отображение которое я назвал альфа это я назвал бета а это я назвал гамма что мы хотим показать мы хотим показать что если V не является сплит эпиморфизмом то имеется поднятие из N в M каким-то образом ну хорошо давайте это поднятие будем строить сейчас проверяем что я проверяю да значит наблюдение действительно давайте вспомним что F и G неприводимы ну в частности так как F не приводим давайте заметим что мы F разложили в композицию гамма а потом альфа но раз и не приводим то есть два возможности либо гамма является сплит вложением либо альфа является сплит эпиморфизмом значит откуда следует что либо гамма сплит моно либо альфа сплит эпиморфизмом ну одно из этих условий банально значит предположим что гамма сплит моно ну раз оно расщепляется то и короткая точная последовательность расщепляется правда ведь значит нижняя строчка расщепляется ну а раз она расщепляется то собственно вот наше сечение автоматически и строится после этого из n в y потому что это значит что n можно вложить сюда назад сечение и композиция вот этого самого вложения альфа g будет то что нам нужно а именно будет в значит поэтому пусть второе выполнено пусть альфа сплит эпиморфизм но если альфа сплит эпиморфизм то мы опять же почти приехали значит действительно пусть альфа сплит эпиморфизм значит что тогда мы знаем мы знаем что есть отображение из m в u который все это безобразие расщепляет а теперь что мы хотели построить и что я проверяю так мы хотим подостроить отображение из m в а значит действительно в свою очередь давайте вот что заметим давайте заметим что теперь у нас есть стрелочка из m в u и если мы пойдем из m в u потом пойдем с помощью бета потом пойдем с помощью ню то мы положим изначальную стрелку g ну вот смотрите мы построили некоторое сечение альфа это сечение h давайте назовем h тогда h композиции с бета композиции с ню с ле это то же самое что такое h бета ню это то же самое что h альфа g h альфа тождественная значит это то же самое что то есть иначе говоря у нас есть такая диагональная стрелка и мы разложили морфизм из m в y как композицию отображения из m в n и из n в y в свою очередь мы предположили что v не является сплит эпиморфизм но тогда первая стрелка должна быть сплит мономархизм что это в свою очередь означает значит отсюда следует что v с композиции что прошу прощения h с композиции человек это сплит моно ай значит почему он не может быть сплит моно морфизм по каким-то очевидным соображениям значит мы предположили что h композиция из beta сплит моно получаем какой-то морфизм из n в m и наверное нужно показать что это как-то время сейчас мы пока ничего не получили а точно прошу прощения да значит если он конечно выбрал абсолютно значит да если у вас сплит моно морфизм действительно то м отщепляется отсюда и просто обычная проекция сюда значит даст нам то что мы хотели вот ну да все правильно значит это мы разобрались пока только с тем что значит отсюда следует что же является write almost сплит а теперь нужно еще с минимальностью разобраться значит чтобы забраться с минимальностью надо посмотреть вот на что давайте тоже диаграмму посмотрим значит какая у нас теперь диаграмма теперь диаграмма такого вида с минимальностью вот мы начали с последовательности x m y 0 f g а теперь предположим что у нас есть здесь какой-то морфизм h такой что g композиция h есть тождество вот мы тождество давайте достроим опять диаграмму докумутативной значит здесь тогда у нас есть допустим какое-то отображение бета и что мы предполагаем мы предполагаем что g есть h композиция с g что мы хотим показать мы хотим показать что h изоморфизм ну хорошо значит что у нас опять получилось у нас получилось что мы разложили отображение g в качестве композиции g и h но g не является сплит или морфизм по определению неприводимого неприводимого не должен быть сплит значит h является сплит мор ну и например после этого можно радостно сообщить о том что у нас все модули конечномерные поэтому m от себя отчитываться не может по соображению размерности вот в частности он является изоморфизмом хорошо то есть теперь как как на самом деле вычленить эти последовательности чуть более простым способом и вот теперь такая чуть более сложная теорема который гласит вот что оказывается достаточно очень простых условий оказывается что теперь мы отождествили наши почти расщепимые последовательности и последовательности Ауслендера-Райтона. И на самом деле, чтобы построить последовательность Ауслендера-Райтона, надо построить последовательности, которые будут почти расщепимы. А для этого используется такой критерий. Критерий говорит, что последовательность из f в m в y в 0 почти расщепима. Тогда и только тогда Когда g Почти расщепим справа Давайте заметим, что здесь нет никакого условия минимальности вообще Забыли про минимальность А x не разложим Ну и двойственное утверждение гласит Что последовательность является почти расщепимой Тогда это когда f минимальный Почти расщепимый слева А y тоже не приводит Такое условие феноменально странное Ну хорошо Что нужно доказывать? Ну доказать нужно Вот что Нужно доказать то, что морфизм Ну везде надо доказать минимальность Значит видимо и всякую расщепимость Давайте смотреть, что мы сможем доказать В каком порядке Ну для начала давайте про минимальность подумаем Значит покажем, что g минимальный на самом деле Вот у нас есть отображение Короткая точная последовательность Такое, что x не разложим А g Справа почти расщепим Ну давайте посмотрим на какой-то морфизм h Здесь у нас тождественная А здесь у нас морфизм, ну допустим альфа Давайте заметим, что по 5 лимбе Что мы знаем? Что мы знаем, что h изоморфизм Тогда и только тогда Когда альфа изоморфизм? Правда ведь? Ну если альфа изоморфизм, то h изоморфизм По 5 лимбе Если h не изоморфизм Ну если хотите, напишите Значит По лимбе змея ядро по ядро И там у вас нули Тогда ядро здесь и заморф на ядру здесь По ядро здесь и заморф на ядру здесь Хорошо, ну, значит, пусть, тем не менее, h не изоморфизма. Тогда альфа не изоморфизма. Но x мы предположили, что невозложимый. У нас есть автоморфизм невозложимого х, который не изоморфизм. Что это значит? Он не изоморфизм? Совершенно верно. Алгебра эндоморфизмов любого неприводимого модуля лохальна. Любой элемент либо обратим, либо не изоморфизм. Если альфа не изоморфизм, то, в частности, альфа в степени n равняется 0 для некоторого достаточно большого n. Давайте такую заметим вещь, что если альфа равняется 0, то, в частности, что такое альфа в степени n прокомпонированная с f. Значит, мы сначала с помощью альфа много раз сходили, а потом с помощью f один раз. Это то же самое, что один раз пойти с помощью f, а потом много раз с помощью h. Значит, отсюда это равно h в степени n в композиции с f, но с другой стороны это равняется 0. Правда? Потому что альфа в степени n равна 0. Что это значит? Это значит, что если мы здесь напишем 0, а здесь h степени n, f равняется 0. Но это, в свою очередь, означает, что и кто у нас пропускается через кого. Значит, а кто пропускается через кого? Да, это означает, что h степени n, g. Значит, что, еще раз, f, образ f в композиции с h степени n равен 0. Значит, h степени n на самом деле… …ограничивается на образ f нулем, а это значит, что он пропускается через y. Поэтому у нас здесь есть вот такое отображение. Потому что y – это куидро. Значит, у нас есть такое отображение u. Чему удовлетворяет отображение u? Отображение u удовлетворяет следующему условию, что g композиция с u равняется h степени n. Ну, давайте посмотрим на эту композицию. Ну, давайте посмотрим на эту композицию. У нас есть g композиция с u. Давайте прокомпонируем еще раз с g. g уже равняется h степени n. Но h степени n g – это то же самое, что g много раз единичка. Поэтому это и g. g. Значит, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что… Ой, боже мой. g на единице минус u g равняется нулю. В эту сторону. Теперь g и кеморфизм. Поэтому если мы с чем-то прокомпонировали и получили 0, то здесь должно быть 0. Поэтому g у равняется 1. что мы получили? мы получили, что изначально у нас был сплит если H не экзоморфизм, то G является сплит-этоморфизмом, но мы предположили, что G не разложим, а в частности он не является сплит-этоморфизмом а что, не приводим? хорошо, это одна часть, теперь чуть более мучительная часть значит, что нам нужно теперь проверить значит, мы проверили, что он минимальный давайте теперь заметим вот что значит, давайте проверим, что F является левым почти рассчитимым что мы тогда докажем? мы докажем, что если X неприводимый, G справа почти расщепимый то, во-первых, вот эта часть минимальна, а во-вторых, вот этот левый почти расщепимый но мы знаем, что если вот этот является справа почти расщепимый, то Y тоже неприводимый поэтому двойственным рассуждением мы проверим, что F тоже минимальный после этого то есть нам достаточно показать, что F слева почти расщепим ну, давайте докажем, что у нас есть? у нас есть 0, X, X неприводимый, Y, 0 какое-то отображение F, G, и давайте посмотрим на отображение U, которое не является не сплитмона ну, давайте дополним, сделаем push-out этого квадрата то есть, иначе говоря, дополним до такой последовательности где здесь стоит V, а здесь квадратный опять Y здесь у нас стоит просто, если хотите, мы можем подкрутить, чтобы это было отображение отображено замечательно ну, давайте смотреть, что произошло значит, здесь какое-то отображение H, здесь я написал отображение H давайте заметим, что мы G опять торжественно взяли и разложили в композицию двух значит, G должен быть неразложимым, как марктизм, поэтому в обязательном порядке есть два условия значит, есть два условия V split epi либо H split либо H split который компонирует но, опять же, если нижняя строчка если K split то вся последовательность расщепляется значит, V на самом деле и заморк на U плюс Y и вот это самое отображение V, которое здесь если вы прокомпонируете с проекцией на R то вот вы получили разложение в композиции поэтому достаточно предположить, что V является split epi-морфизмом но, если V является split epi-морфизмом вообще, если V является epi-морфизмом то, давайте заметим, что по пять летнее из отображения сейчас, как я хочу сказать значит, V не является split mona да, пусть V split epi значит, что это значит это значит, что у нас есть сечение сюда а мы хотим, наоборот, построить из M в U из M в U у меня была еще одна бумажка там не будет что-нибудь очень сильно двойственное к этому рассуждению? нет, там очень сильно двойственное не будет сейчас сейчас я скажу у меня есть еще одна бумажка а можно предположить, что для всех возражений читайте далее почему? читайте далее в статье там написано другое доказательство другого пожертвования ну, давай сейчас придумаем ладно, не страшно ну, давайте сейчас придумаем Это все такая экологическая алгебра, какая-то довольно мональная. Придумаем, пойдем на бережу. Мы нигде не пользовались тем, что х не приводил. Что мы пока предположили? Мы предположили, что В является сприт-этиморфизмом. Мы не можем вам прокомпанировать ух и вот этот новый, и как-то с вами цепь. У нас есть отображение из у вем, конечно же. Вот такое. Сейчас, если мы... Да, вот эту стрелку возьмем. Если мы ее прокомпанируем в слух, то... С кем? Ну, давайте прокомпанируем с у, хорошо. Значит, что будет, если мы прокомпанируем с у... Нет, у нас как бы композиция В с М тождественная. Давайте прокомпанируем ее с Ж. Это получится то же самое, что эта стрелка. Можете назвать стрелку из ВВМ как-нибудь? Могу, конечно. В... Возможно назвать. Возможно назвать. Вот, короче, возьмем Х, В, Ж. Ж это то же самое, что... Тогда HWG это HWVK, это то же самое, что HK, а HK это 0, поэтому HWG это 0, а значит U должна пропускаться через ядро, и у нас получается механизм из U в X. Хорошо, давайте еще раз, HWG это то же самое, что HK, что есть 0, хорошо, с этим мы сравнили. Значит H пропускается через ядро GW, нет, это значит, что HW пропускается через ядро GW, правильно? Значит действительно HW можно переписать как... Значит мы построили отображение из U в X. Чему удовлетворяет это отображение из U в X? Это то, что вот это вот отображение в композиции из M является просто отображением F. Замечательно, давайте прокомпонируем это отображение действительно с U. Что такое U, потом сюда, потом F. Это то же самое, что U, потом такая диагональная стрелка. Это то же самое, что U, потом сюда, а потом сюда. Ну вот в какой-то момент нужно проверить действительно, что... Нет, мы нигде не пользуемся тем, что F... Тем, что X неприводим. Поэтому плохо. Сейчас у нас построили какой-то автоморфизм X. Нет, мы действительно построили какой-то автоморфизм X? Да. А, значит он либо обратил, либо не впотентен, да, действительно. Значит, надо предположить, наверное, что он не впотентен, этот автоморфизм. Что будет, если он не впотентен? Значит, если он не впотентен, то действительно, если его... Что будет, если в один раз прокомбинировать F? Значит, еще раз. Пойти вниз, наверх и на F. Это то же самое, что вниз, потом по диагонали. Это то же самое, что пойти вниз, направо и наверх. Значит... давайте я напишу это F. У композиция с F, У композиция с F, композиция с F, это то же самое, что У, У, Н, У, Н, У, Н, У. Так, а если еще раз пройти... Давайте еще раз прокомпонируем с этой штукой. В, Н, У, Н, У, Н, У. Ну, ничего хорошего такого... Ой! Касплит Эпи или Весплит Мона? Вот. А мы, значит, доказывали, что вы сплит Эпи и получили под ерунду. Наверное, у всех не надо, что если Касплит Монт... Нет, ну, последовательно, значит, это вообще ерунда, как я уже понял. Уууу! Так. Вроде... Есть? Есть? Звук или нет звука? Это, конечно, один участник, но все равно есть звук. Так. Это некоторая глупость. Значит, я, конечно, тут запутался в Эпи и Мона, но это неважно. Значит, вот у нас есть какой-то морфизм. Давайте его назовем буквой У. Давайте вот здесь вот есть морфизм, который называется буквой В. Значит, действительно, К либо К сплит Эпи, тогда нижняя последовательность расщепляется, и тогда, как мы выяснили, ну, очевидно, есть расщепление, значит, здесь. Значит, можно предположить, что К не сплит Эпи. Значит, В сплит Мона. Что значит, что он сплит Мона? Это означает, что здесь есть такая последовательность. М, В с чертой, Y, ноль. Где вот эта композиция, это тождественное отображение. Ну, или изоморфизм, как хотите. Но, значит, что есть продолжение на ядро. У штрих на ядро чего? Нижней строчки. И здесь X. Теперь давайте посмотрим на вот эти композиции. Вот это вот изоморфизм. Ну, значит, и эта штука изоморфизм. Ну, все, значит, мы прокомпонировали, больше ничего не нужно. Сейчас мы знаем, что композиция изоморфизм, поэтому мы знаем, что U изоморфизм почему? Опять, не U изоморфизм, а композиция U с U с чертой. Нам нужно построить расщепление. Вот. Но если вот это изоморфизм, то по 5, вот это вообще тождественное отображение. Значит, вот здесь по 5 лемми тоже изоморфизм. Да. Все. Значит, она расщепляется. Но больше как бы ничего не нужно. Замечательно. Ну, все. Значит, что мы показали? Мы показали, что если X не приводим, то, во-первых, вот этот минимальный, а во-вторых, если вот этот вот при этом сплит почти расщепим справа, то вот этот почти расщепим слева. Теперь этот тоже является так, как это почти расщепим справа, вот это и не приводим, а значит, вот этот минимален по двойственному аргументу. Ну, в общем, такое, значит, мучительно, нудное, безумное рассуждение. Хорошо. А теперь, собственно, почему вся эта дрянь существует? Ну, вот я полностью это доказывать, конечно, не хочу, потому что это не самая приятная деятельность. Вот. А именно там есть один момент, где очень много гомологической алгебры такой, с тремя функторами. Давайте я напомню, что я объяснял в прошлый раз. Значит, а именно, как это вообще строится все. Что мы знаем? Мы знаем, что если есть последовательность x, y, x, y, аусландер-райтен, то, в частности, y не проективный. Да? Потому что, если он проективный, то есть расщепление, и, в частности, морфизм может быть неприводимым. Ну, вот, собственно, теорема. Да, y не проективный, а x не инъективный. Значит, теорема аусландер-райтен говорит, что если y не проективный, то существует вот эта самая последовательность. Давайте я это назову tau y, n, y, 0. А если аналогично x не инъективный, то существует... Значит, мы знаем, что единственное... Значит, почему единственность? Значит, сейчас я объясню единственность. Последовательность y, x, m, а здесь я напишу tau минус 1, y, 0. Значит, давайте начнем. Ну, такое доказательство. Во-первых, единственность. Единственное, это совсем просто. Пусть у вас есть две последовательности, разные. Ноль... Ну, значит, наблюдение. Что, как мы знаем, отображение из m в y в 0, minimal right almost split, единственное с точностью дезаморфизма. Ну, все, как бы... Если оно единственное с точностью дезаморфизма, если у вас есть две последовательности, которые заканчиваются на y, то здесь у вас обязательно существует эзаморфизм, а значит, есть эзаморфизм на ядрах. Ну, и по двойственным соображениям, если у вас, наоборот, как бы, минимальный левый, почти расщепимый, полностью задает вам последовательность. То есть вопрос исключительно в существовании такой последовательности. Вот. Значит, как построить... Как построить... Вот это. Значит, в прошлый раз мы обсуждали, что есть такие странные функторы. Но вообще их много, этих функторов. Значит, один из функторов, который мы обсуждали, выглядел так. Значит, функтор... Он не функтор, на самом деле. Сейчас мы объясним, с какой точки зрения он функтор. Значит, функтор tau был такой. Он сопоставлял... Значит, это была композиция d с tr, где tr выглядит так. Значит, это что такое d? d это HOME над k, над базовым полем, из вашего модуля в k. То есть это обычная двойственность. Давайте еще введем такое вот... Транспонирование это функтор HOME над a в a. Я его, кажется, в прошлый раз звездочкой обозначал. Значит, что делает tr? Мы стартуем с минимальной проективной изоленты модуля. И после этого применяем функтор tau, HOME из a в a. Попадаем в какую категорию? Попадаем в категорию правых модулей. И здесь мы смотрим на p0 транспонированное, p1 транспонированное. И вот кое-ядро будет называться tr от m. И в прошлый раз мы выясняли следующее. Значит, tr... Пусть m неразложимый. Тогда tr от m равен нулю тогда и только тогда, когда m проективный. Это первое. А второе условие заключалось в том, что tr от m равняется m, если m не проективный модуль. Ну и третье, значит, tr по очевидным соображениям коммутируется прямыми суммами. Потому что сумма минимальных резольвентов есть минимальная резольвента суммы. Как из этого сделать функтор? Функтор сделать на самом деле несложно. Давайте заметим. Да, во-первых, аналогично определяется Тау в минус 1 от m это tr от d от m. Давайте заметим вот что. Что если m не проективный, не разложимый, то... Давайте прокомпонируем тау с тау в минус 1. Значит, что это такое? Это tr композиции с d, композиции с d, композиции с tr от m. Дважды двойственное над полем, это исходный модуль. То есть этот тр в квадрате от m равняется m, если m не проективный, не разложимый. Ну, такое забавное наблюдение. С другой стороны, по тем же соображениям, t в минус 1 от m это что такое? Это d, композиции с tr в квадрате, композиции с d от m. Вот теперь вопрос. Когда tr в квадрате от dm не равен нулю? Ну, tr можно для левых модулей писать, можно для правых, да? То есть здесь мы как бы tr пишем для правого модуля. Ну вот давайте вспомним, что нам говорит tr для левых модулей. tr для левых модулей нам говорит, что у вас не 0, если объект не проективный. Правильно? Значит, теперь мы пишем, когда d от m не является проективным. Когда m не инъективный. Совершенно верно, потому что у нас антиэквалентность категории. У вас проективный переходит в инъективный, потому что у вас стрелки обращаются. Поэтому, в частности, вот эта штука равняется m, если m не инъективный. А теперь такое забавное условие. Вот почему tau не является функтором? Точнее, куда он является функтором или откуда? Но вот tau не является функтором, например, по той простой причине, что он убивает все проективные объекты. Но так как он убивает неразложимые проективные, то он убивает и все проективные. Правильно? Замечательно. Но вот, оказывается, можно посмотреть на такую категорию. На категорию mod mod. Давайте я ее напишу с чертой снизу. Значит, что это за категория? Это категория, в которой мы хотим убить все проективные модули. Вот у нас, я хочу построить функтор tau отсюда в, сейчас я объясню обозначение mod a, а tau в минус 1 будет отсюда. Значит, в каком смысле это функтор? Это должно пропускаться, значит, вот это должно быть a mod, фактор по проективному. Но вот что такое фактор категория в этом смысле по проективному? Ну, это легко понять. Вот что значит, что у вас морфизм пропускается? Что значит, что, значит, если m не инъективный? Значит, a mod это такая категория, в которой убили все проективные модули. Но если вы объявляете все модули проективные равным нулю, то стандартный трюк, ну точнее не трюк. А если, а это такое, если p, a проч, равен нулю в a mod, то и всякий морфизм из m в n, который пропускается через p, то f должен быть равен нулю. Почему? Потому что, ну, если у вас морфизм пропускается через нулевой объект, то он должен быть равен нулю. Поэтому, если вы хотите в категории убить все проективные модули, то, в частности, как следствие, все морфизмы, которые пропускаются через проективные, должны стать нулем. Ну, замечательно. Давайте посмотрим на такое множество. p от m, n это множество таких морфизмов из m, n, таких, что f пропускается через проективный. Утверждение. p идеал стрелок. Ну что нужно проверить для того, чтобы проверить, что что-то является идеалом стрелок? Надо проверить, что композиция слева и справа сохраняется. Ну, например, композиция справа. Вот у вас есть морфизм из m в n, и он пропускается через p. И вы компонируете с морфизмом из n в l. Ну, тогда композиция тоже пропускается через p. Если вы предкомпонируете с чем-то, то опять же композиция опять пропускается через p. Теперь, если у вас здесь стоит минус f, то что нужно сделать? Нужно один из морфизмов p на минус 2. Левый или правый? Давайте правый. Хорошо. Значит, действительно, минус f, давайте любой из них поменяем знак. Тогда тоже композиция станет минусом. То есть минус тоже пропускается. И остается проверить, что сумма пропускается. Но сумма, если у вас f пропускается и g пропускается через q, то возьмите суммы морфизмов в p, q, и сумма тоже будет пропускаться. Поэтому это идеал стрелок. А если идеал стрелок, то вы можете сформировать фактор категории. Вы просто каждое пространство омов отфакторизуете по соответствующей альбревой группе. Ну или там будет пространство. Ну вот по определению просто... Категория амод, то есть это то же самое, что амод пастор по опронте. То есть объекты те же самые, что амод билет. А маркизмы... Знаете, я в помощь с чертой буду называть. Из m, n. Это 0, что маркизмов дать а. Из m, n. Фактор у... Вот это p, m, n. По тем, когда вы пропускаете через прийти. Ну давайте второе сразу определение нам. Амод с верхней чертой. Это амод. Фактор по а-инъективу. Определение тоже так... Ну абсолютно точно так же. Мы можем определить морфизм, который пропускается через инъективный. Так как сумма двухинъективно-конъективна, то мы приходим абсолютно туда. То есть объекты амод. А помы сверху. Из m, n. Это помы над а. Фактор по а-инъективу. Замечательно. Упражнение. Значит, вот это вот. Амод снизу. Тау. Тау-1. Тау-1. И каворием с артегорией. Ну такой вполне себе симпатичный. Хорошо. Теперь зачем нам нужны были эти тау? Ну вот они как бы функторы такие довольно-довольно плохенькие. Но утверждение, значит, что действительно если x не проективный и неприводимый, то существует последовательность ауслендера Райкена вида tau x, m, x, 0. Замечательно. Ну вот, в частности, если мы хотим построить такую последовательность, то что нам нужно? Нужен элемент из x1, x, tau x. Какой-то. Вот здесь у вас будет два... Значит, я опишу, как его построить, но проверять это я не буду. Ну, могу, но это еще одна целая реакция. Не очень интересно. Можете в книжке почитать. Значит, что самое важное? Важное, что, оказывается, есть такая теорема, собственно, на которой все строится. Тоже это принадлежит ауслендер Райкен, который говорит вот что. Что x1, ну, если m и n там соответствующие, вообще между любимыми модулями можно описать так. То это, с одной стороны, из аморф на d хом над а из tau в минус первой n, m с нижней чертой, а с другой стороны это из аморф на d хом с верхней чертой над а из n в tau. Значит, это такое... Ну, такое... Некоторое вычисление. Не самое кривиальное, но вычисление. Замечательно. Давайте проверим, зачем нам это нужно вообще. Ну, как теперь, как построить расширение? Ну, давайте вспомним, что такое вообще, значит, хом с чертой, да? Хом с чертой над а из n в ген это из аморф над хомом над а из n в ген фактор по радикалу... Ой, конечно, спасибо. По тем, которые пропускаются через проективные. Ну, пусть тема n неприводимая, когда это вопрос о том, что просто какие-то, которые не являются из аморфизмом. Давайте заметим, что проективные, те, которые пропускаются через проективные, они на самом деле содержатся в радикале mn. Значит, предположим, что кто-то из них, пусть n непроективный, пусть n непроективный. Хорошо. Ну, в частности, что мы имеем? Мы имеем такое отображение, что хом с чертой... Ну, давайте сразу напишем так, хом с чертой из n в ген. Он селективно отображается на аморфизме из n в ген фактор по радикалу из n в ген. Но радикал для автоморфизмов это то же самое, что просто радикал, алгебра соответствующая. Теперь, если m неприводимый, то фактор по радикалу это у нас что? Неприводимый у нас. А? Сумма полей? Это как-то довольно мощно. Ну, значит, там немножко, если бы тогда у тебя поднималось до разных ортогональных. Но важно, что это простой модуль на соответствующем, на самом деле. Значит, вот эта штука, это просто простой модуль на алгебре эндоморфизма. Значит, соответствующий простой модуль... Ну, как вот это может быть такой маточной алгеброй или что-то. В общем, это простой модуль. То, что называется FOT. А теперь, когда вы возьмёте... Давайте эту штуку назовём как-нибудь S от MM. Теперь, когда вы возьмёте двойственные, у вас D от S от MM вкладывается в D от HOM чертой MM. А теперь давайте сюда смотреть. То есть, если M это T в минус 1 от N, то N это T от MM. Давайте в качестве N возьмём здесь T от MM. То есть, вот эта штука из Аморфена, F от 1 из M, tau от M. Ну, и вот вы теперь в этом простом модуле можете взять любой элемент кси, и любой элемент кси даст вам расширение. Ну, в российском случае смотрите, что происходит. Если M — кирпич. Если M — кирпич. 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 Кирпич — брик. Брик. Да, модуль — это брик, когда эндоморфинус в филе. Значит, если M — кирпич, there is no Russian terminology, I'm just literally translating brick into Russian. Значит, если M — кирпич, то алгебра эндоморфизмов просто равна K в поле. И тогда у вас есть здесь вложение, ну, K двойственного на самом деле. Но важно, что любой из них, они все одинаковые с точностью допропорциональности. А в частности, что это означает? Ну, это более-менее единственное нетривиальное расширение, которое вы получите здесь. И вот отсюда следует, что если M — кирпич, то любое нетривиальное расширение на самом деле будет изоморфно, будет расширением алфандеры. Хорошо. Ну, теперь давайте самое интересное, что тут происходит. Значит, а именно то, что я и обещал. Ну, вот мы построили этот вопрос существования. Значит, без вопроса существования можно обойтись в такой чёрный ящик. Бокс. Значит, если им пользоваться в качестве чёрного ящика, то, в принципе, отсюда на самом деле выполнено достаточно понять вот что. Значит, наша главная теорема, которая была. Давайте заметим, что если описание на самом деле, что если Y неразложимый и непроективный, и есть маркизм X, F из X, Y, то следующее условие эквивалентное. Первое условие, что F неразложим, это первое условие. А второе условие, существует отображение из X штрих в Y, такое что? F штрих в соответствующее отображение из прямой суммы в Y, минимальный справа почти расщепимый морфизм. То есть любой неприводимый можно, ну, как следствие, сейчас будет видно, что любой неприводимый можно запихнуть в последующие условия дербайта. Давайте вот немедленно следствие, перед тем, как это докаживать, следствие, пусть Ир из X в Y не равняется 0. Что это значит? Это значит, что в колчании, а у слайдера Райтон, есть стрелка, но там X, Y неприводимые, и Y непроективные. Ну что отсюда следует немедленно? Отсюда следует, что я утверждаю, что X изомольфен к Ямитовым, где 0, L, сумма геомитет в степени геомитет, Тау Х, X в 0, в последовательности от Лендера Райтона. Почему? Ну, потому что вот это это Райт-минимал AS. Теперь по вот этой лембе мы знаем, что X плюс X' тоже Райт-минимал AS, но мы договорились, что они единственные источники изоморфизма. Поэтому вот здесь вот есть изоморфизм, поэтому по теореме Круля-Шмитта X как неприводимый совпадает с одним из других. То есть мы немедленно выяснили, что если есть стрелка в одну сторону, в колчании AS, то это обязательно компонента в разложении среднего члена здесь. Ну, по двойственному рассуждению, естественно, здесь есть двойственное, значит, F не разложим, тогда здесь можно прибавить такое, что здесь там, бла-бла, если X теперь, если не Y не разложим, а X не разложим, то по двойственному утверждению вот так же получается, что если наоборот из левого члена есть куда-то стрелка в колчане, то это опять обязательный элемент вот здесь. Отлично. Давайте доказывать лему. Доказываем лему. Ну, пусть... Давайте сначала в эту сторону доказывать. пусть F не разложим. Ну, давайте посмотрим на последовательность Ауслендера Райкена. Значит, здесь у нас какой-то M, здесь у нас какой-то Y, здесь у нас какой-то 0. Теперь у нас есть F неразложимый. В частности, F не является сплит... Не является сплит-эпи, да. Раз он не является сплит-эпи, это значит, что он пропускается, в свою очередь, через M. Теперь, что у нас произошло? F не является... F неразложим. Вот отображение с M в Y не сплит-эпи. Не сплит-эпи. А раз оно не сплит-эпи, так как F неразложим, то вот это сплит-монор. Но откуда следует, что M из аморфина X плюс X штрих приехало? В обратную сторону действительно, пусть существует вот такое разложение. Тогда, в частности, ну, даже разложение, пусть у нас есть X плюс X штрих отображается в Y, минимальный справа и S. Что мы хотим показать? Мы хотим показать, что F неразложим. Но вот здесь отображение при этом... Пусть мы как-то смогли разложить этот самый F. Значит, здесь отображение из X в Y. И пусть мы его разложили в такую композицию. Ну, а дальше начинаются, значит, всякие игрища, а именно, значит, предположим, что мы разложили F в какую-то композицию. Значит, что мы хотим показать? Мы хотим показать, что он не разложил. В частности, мы хотим показать, что если отображение из X в L из L в Y не является сплит эпи, то отображение из X в L является сплит моно. Предположим, что он не является сплит эпи. Тогда есть отображение из этого самого L в X плюс X' такое, что выполнено вот это. Ну вот теперь я утверждаю, значит, есть поднятие, которое приходит сюда. Я утверждаю, что можно на самом деле построить можно построить такую диаграмму из XA плюс X' в L плюс X' в X плюс X' в X' которое это все будет на Y. Значит, давайте я такое, что здесь будет, как следствие изомаркизм, давайте это в качестве такого упражнения оставлю, значит, что доказать, что тогда L в Y является на самом деле сплит чего-то там, а что X' в L является сплит чего-то то есть как это все применяется, применяется это несложно. Давайте теперь самым главным мы вернемся. А мы из L плюс X' куда-то умножаемся? А? Из X плюс X' в L плюс X' в X плюс X' внизу Y' на котором мы сидим. Да, это Y. Ну понятно, что нам нужно теперь построить какой-то автоматизм такой, чтобы он компонируется туда, куда мы хотим. Вот. Но вот этот автоматизм естественным образом пропускается через L плюс X' так уж вышло. Вот. Хорошо. Давайте теперь наше главное приложение, я напомню, что теорема гласит вот что, что если есть последовательность Алфлендера-Райта, то в частности, ну мы уже знаем, что L входит сюда, а я утверждал, что IR из X' в L, который по определению радикал X' в L и T с фактору радикала в квадрате X' в L и T имеет в качестве базиса F' и T1 и так далее F' и T в качестве базиса. Ну хорошо. Значит, что нам нужно для начала сделать? Пусть у нас имеется G из X' в Y, который лежит в радикале M' и T без радикала в квадрате. Ну то есть какое-то непроводимое отображение. Мы хотим его класс записать как линейную комбинацию F' и так далее вот этих вот отображений. Значит, ну что мы знаем? Мы знаем, что у нас есть отображение 0 в X, вот это самое M, и T, Y, 0. Значит, вот это левое минимальное почти расщепимое, а вот здесь вот у нас есть отображение из X'а в M' и T. Так как оно левое минимальное почти расщепимое, то что мы знаем? Мы знаем, что вот эта хрень раскладывается вот в такую композицию. Правильно? Теперь, что мы сделали? Мы представили G в качестве такой композиции. Значит, это сумма F' и T' на какие-то F' и T' и T' Ну вот, я отображаю соответствующую компоненту, да, и T' А вот здесь вот сумма от 1 до N' плюс сумма, а здесь такие композиции, отображение F' и T' F' и T' прокомпонированное с F' и T' где T не равняется I' Ну иначе говоря, здесь стоит такая композиция X бьет в M' , а M' бьет в M' . Правильно? Ну хорошо. Я утверждаю, что отображение из X в M' лежит в радикале. Почему? M' не приводим? Если оно не лежит в радикале, то оно что? Изоморфизм. Но такого быть не может, потому что значит, что такое отображение бы расщеплялось. С другой стороны, X не равняется I, поэтому нет никаких изоморфов отображения между M' и M' Поэтому вот эта штука вся лежит в квадрате радикалов. Вы прокомпонировали, написали отображение как композицию двух из радикалов. Поэтому вот это лежит в радикале в квадрате. из X на M' Ну, замечательно. А теперь осталось посмотреть на вот это разложение. Что здесь написано? Здесь написано, что мы смогли разложить наш самый G по вот этой вот сумме. Явки-то житая. Фия-то житая. Значит, что нам нужно, собственно, проверить. 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 Понимаете? Проверить. Давайте. Последний. Последний попыток. Должна быть линейная комбинация. У нас пока какая-то функциональная комбинация. Функциональная комбинация это странно. Вот если бы внутри был кирпич. Ну если бы это был кирпич. Если бы был кирпич, если бы был цемент. Давайте. Последний рывок. Спасибо. 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 Если мы работаем над белгородически заткнутым полем, тогда что мы знаем? Мы знаем, что у нас есть действительно разложение в... значит, любой морфизм и ежитое раскладывается как лямбда и ежитое плюс что-то, что лежит в радикале. Ну, любое, как и для простого, у вас любой эндоморфизм будет скалярным растяжением, потому что если у вас есть не нулевое собственное значение, то, действительно, давайте заметим, что когда вы вычтите это не нулевое собственное значение, а постоянный оператор, то вы получите что-то, что не является изморфизмом, в частности, должно быть не патентным. Поэтому оно лежит в радикале. Ну, и тогда, действительно, значит, вы немедленно получаете вот здесь вот в качестве линейной комбинации то, что вы хотите. С этими коэффициентами. Значит, если вы на дне, говорите, что при замкнутом поле, там, конечно, все чуть-чуть веселее, но там и, как бы, они порождены на соответствующем реконсологическом разделении. На самом деле нужно чуть аккуратнее. Значит, в общем случае, вообще, полезно, наверное, вот что сказать. Полезно сказать, что когда вы потом все это хотите применять, вообще, вот когда вы смотрите на маленькая эквивалентность, она сохраняет свойство неразложимости. Но если у вас есть эквивалентность категории вообще, то если что-то раскладывается в прямую сумму, то образ при эквивалентности тоже раскладывается в прямую сумму. А мы знаем, что можно все благополучно свести к элементарным алгебрам. Значит, как мы обсуждали, с помощью маленькой эквивалентности. Поэтому там придется что-то сделать. Ну, хорошо, давайте я оставлю в качестве упражнения доказать, что они линейные независимости. Так, ладно, все-таки еще одна лекция будет, давайте я вам за 10 минут быстро примерно накидаю, как доказывается главная теорема. Зачем вообще нам эти колчаны были нужны? Значит, колчаны нам эти были нужны для доказательства И я напомню, что эта гипотеза гласит, собственно, вот что. Гипотеза гласит, что если а Ну, скажем, размерность или длина не важна. Значит, если м не разложим, тогда а алгебра конечного типа, иначе говоря, число не разложимых Ну, давайте заметим, что в частности достаточно доказать, что число вершин в колчане А вот, слэн, длина не важна, конечно. Правильно? Потому что не разложимые, это ровно вершин в колчане. Ну, хорошо. Значит, редукция номер один. Значит, следующий шаг. Второе, это достаточно доказать, в частности, для алгебры путей колчаны соотношений. Это то, что мы сводили изначально, потому что мы говорили, что любая алгебра, она вводит эквивалентно в basic алгебре, а во-вторых, после того, как вы ей перейдете, у вас есть изоморфизм с этой алгеброй полчанной соотношения. Замечательно. Ну, и действительно просто, значит, это то, что я сейчас сказал. В частности, когда вы переходите вот здесь вот достаточно ограниченно написать, что длина m меньше, чем n, а вот длина как раз относительно эквивалентности категории, несомненно, сохраняется. Замечательно. Третье, это достаточно доказать для связанного колчана. Соотношения. Ну, опять же, почему? Потому что если у вас не связанный колчан, то это просто произведение соответствующих алгебров, а тогда мы прекрасно знаем, как устроены модули над произведением алгебра. Поэтому, в частности, для каждой из компонентов будет это верно, и в частности, над каждой из компонентов достаточно проверить, что конечное число не разложено. Хорошо. А теперь все сводится к такому простому утверждению. Значит, действительно оказывается вот что. Такая простая последовательность утверждения. Значит, теорема гласит вот что, что если а алгебра путей связана у колчанов соотношениями, и пусть у вас Аусендо Райтен Талчан имеет связанную компоненту Такое, что длина ограничена всякого модуля МСС. Тогда С конечный, во-первых, и С совпадает совсем толчанно. Давайте проведем еще хотя бы одно занятие, и я в следующий раз расскажу, потому что это симпатичное рассуждение, откуда это все происходит. Ну и понятно, что вот отсюда, да, несомненно, немедленно следует основная теорема. Потому что возьмите любую теперь связанную компоненту этого самого колчана, она автоматом будет совпадать со всем колчаном, будет конечной. Раз она конечная, то у вас алгебра конечного типа. Ну хорошо, давайте тогда встретимся через неделю.